Продолжение следует... 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 и алгоритмизации хирургического лечения рецессии десны. Но поскольку не было какого-то инструмента или не было системы, позволяющей объединить это в единое целое, то есть Миллер придумал классификацию рецессий, разделил их на 4 класса. Замечательно. Но если читать работы Миллера, он пишет где-то 1-2 мм или 2-3. Так 2 или 3, потому что от этого на самом деле вообще вся картина меняется. Если накладывать на это другие классификации проблем, то у нас получается во рту совершенно другая картина. И вот этот миллиметр, казалось бы, который такой несущественный, он играет очень большую роль. И это влияет на выбор методики. То есть мы, подходя к изучению проблемы, уже имели определенный запас опыт и были хорошо погружены в проблему. И вот на самом деле проблема первая, как бы это ни звучало повторно, любого ученого-начинающего это недостаточное владение проблемой. Поэтому все кажется вроде бы так лучезарно и красиво. Вернемся к тезисам. Пусть они скудные, неправильные и короткие, но основная масса в своем, как бы первом опыте, пишет так. Дисневая рецессия часто встречается. Ну понятно, мы тут говорим об актуальности проблемы. Ну конечно же, раз мы стали заниматься изучением этой проблемы, мы очевидно напишем, что она актуальна. И она часто встречается. Но вот только мы не можем найти, как именно часто она встречается. В источниках литературы. А наша задача именно эта. То есть наша задача искать проценты, которые встречаются у разных групп пациентов. В разных странах, в мировом масштабе. И как-то структурировать эту проблему, чтобы потом мы выделили ту, либо которая встречается чаще, либо просто лежит в профиле наших исследований. Вот мы занимаемся множественными рецессиями Дисны. Но нам это не мешает написать, что хотя бы на одном зубе, ну действительно, слушайте, 87%, почти 90%. А есть источники, где написано вообще 99%, вот по этому показателю. Мы не стали, ну то есть я не стал включать, у нас есть статья, которая напечатана уже, где эта цифра вот здесь, вот там до 99%. То есть хотя, когда мы начинаем собирать источники разных континентов и с разных языков, то они пишут разные данные, что неудивительно, потому что анатомия зубов, челюстей, черепа, вот эти крайне фасциальные признаки, там генетика и прочее, все равно отличаются у людей, живущих на разных континентах. Поэтому то, что ты встретишь где-то там, не знаю, на испанском языке, или на итальянском, или, я не знаю, у американцев именно, что вот именно в США эта проблема вот так настолько остро стоит. Это неудивительно. У нас она, может быть, не такая актуальная. Либо потому, что мы ее мало исследуем, либо мы не уделяем ей столько внимания, либо у нас ее действительно просто нет. Вот как бы в таком масштабе, как это есть у них. Как и обратная сторона. У нас, может быть, эта проблема очень острая, а у них ее нет. То есть анализ вот этой научной литературы, он не требует вот этого въедливо такого совсем погружения и крючкотворства, что вот мы каждую запятую проверяли, а действительно ли так или нет. Мы должны первое хорошо понимать тему своего исследования и проблему. Что конкретно мы хотим исследовать. Но по факту, как показывает практика, у нас есть ответ в голове, и вопрос формируется, когда уже есть ответ. Потому что у нас есть какое-то решение. Иначе мы бы не занимались изучением этой проблемы. Ну, то есть мы хотим найти то, как выглядит проблема, и вроде бы сразу же уже что-то предложить. Это происходит тогда, когда есть уже погружение в тему. И кажется, что вроде, да, по каким-то аспектам, ну, есть решение. Тем более, когда есть клинический опыт, который это подтверждает, тем более собственный. Или это какой-то... Поспрашивали коллег, у них все то же самое. Ну, и кажется, что да, вроде у нас есть решение проблемы. Хотя на... В реальности вообще может оказаться не так. За последние 30 лет, да, ну, то есть вот мы читаем вроде три первых тезиса, и они как бы подвергаются сомнению очевидному. Мы пишем, что все современные методики за последние 30 лет дают качественный положительный результат. А источник всего один. Очевидно, что должно быть либо несколько источников. Значит, какое их количество оптимальное? Ну, три там, два, три, четыре. Может быть, их много. Но если источники рассматривают один и тот же аспект и его подтверждают, то мы берем самый свежий и самый достоверный. И пишем его один. А если источники рассматривают разные аспекты, либо с разных сторон, либо, но так или иначе, и группы исследования, и там методики, и, ну, и так далее, да, в общем, оно соответствует, то мы пишем несколько источников. Про осложнения мы сейчас говорить не будем подробно, потому что мы занимались еще большим куском планирования, а у нас действительно это целая часть работы, это глава по выбору стратегии и тактики. Этим можно заниматься отдельно, целое занятие. Мы коснемся этого позже. Значит, при соблюдении современных научно доказанных протоколов осложнения практически отсутствуют. Действительно. Но по факту мы вот этот тезис и вот этот можно было бы объединить. Можно было бы сюда дописать вот эти методики, что мы говорим конкретно, что, да, ну, действительно, в 63-м году появилась операция Бьерн. Понятно. В 2000-м. Ну, может быть, этот срок должен быть не 30, там, действительно, а 20 лет, потому что тоннельные методики применялись, и операция Виста, она является, ну, по сути, одной из модификаций более совершенствованной, обсчитанной математически, ну, и во всех отношениях более адаптированной даже под индивидуальные особенности и возможные риски, которые мы можем встретить в полости рта. А самое главное, что вот эта операция третья может применяться там, где не может применяться вторая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова